Привет всем, друзья! Я хочу принести свои извинения тем людям, которые посмотрели мое видео, где я показываю, как шить эко-кожу, и где я рассказываю, что шагающая лапка вообще в этом не помогает. Мне пришел комментарий, что я обманщица, что я даю неверную информацию, и, вы знаете, я задумалась, а, ну что я неправильно вставляю эту шагающую лапку, и что тефлоновая лапка вообще никак не помогает. Ну давайте разберемся. Я признаю свою ошибку. Женщина мне написала, что я ее неправильно вставила, шагающую лапку, и это действительно так. Потом я начала разбираться, она совершенно права. Я ее просто, как обыкновенную лапку, прикрутила и не подумала, что вот эту вот часть нужна. Там есть специальное устройство, куда оно вставляется, вот эта вот часть. Вот это вот устройство вставляется в специальную такую заглушку. Так вот, еще раз мои огромные извинения приношу я. То видео, которое там, где я про это рассказываю, я его убрала. Но описание машинки я все равно оставлю, краткое описание моей машинки. Может, кому-то это будет полезно. Поэтому я сейчас вот еще раз все это покажу, как шить кожу. А кто уже видел видео про машинку, может не смотреть. Кто не видел, посмотрите, если это вам интересно. Итак, друзья, вот как я и говорила, у нас здесь стоит обыкновенная лапка. И берем матовую кожу. Как я и говорила, что без проблем она шьется. Вот, обрезаем ниточку. Попробуем другую, которая более блестящая. Тоже никаких проблем не возникает. Попробуем натуральную кожу шить. Тоже никаких проблем не возникает. И вот я нашла кожу, которая не шьется. Вот, как видите, не шьется. Потом я поставила тефлоновую лапку. Сделаем это еще раз. И, как видите, проблем вообще никаких нет. И женщина утверждает, что тефлоновая лапка вообще не помогает. Вы знаете, я так предполагаю, что, может быть, под видом тефлоновой лапки продают пластмассовую. Потому что вы сами видите наглядно, что вообще никаких проблем нет. Поэтому я предполагаю, что все-таки так, что, скорее всего, что под видом тефлоновой лапки продаются пластмассовые. И поэтому, когда вы покупаете, вы смотрите на цену. Есть и дешевая, но наверняка это пластмасса. Хорошая тефлоновая лапка стоит дорого. Например, моя лапка стоит 25 евро. Я за нее отдавала. И теперь поставим сюда, теперь правильно, шагающую лапку. Давайте это сделаем. Вот теперь вот этот вот зубец я вставлю. Вот, я услышала, что-то щелкнуло. Значит, правильно я вставила. Сейчас мы все затянем. И пробуем, друзья. Ну, что я хочу сказать. Ну, просто отличный результат. Спасибо этой женщине, которая меня раскритиковала. Большое ей спасибо. Она мне открыла глаза. Вот такое бывает. Я посчитала, что лучше свои ошибки нужно признавать. И извиниться, если ты их допустил. Ну, а теперь вы посмотрите еще раз мой краткий обзор моей машинки. И до новых встреч, друзья. Когда я решила купить новую шейную технику, я начала в интернетном пространстве искать, какая же техника, какой же марки самая лучшая. Я пересмотрела кучу видео. Я вам скажу, если вы, например, ищете новую машинку, не слушайте блогеров, каждый хвалит свою машинку. Смотрите видео, которые дают техники, то есть мастера, которые эти машины ремонтируют. Они знают, сколько какой марки машины, сколько им приходится ремонтировать. И вот я пришла к выводу, после того, как я пересмотрела все эти видео от механиков, я пришла к выводу, что Джанаме – это одна из самых лучших марок машины швейной техники. И поэтому я и вышивальную машинку, и оверлок купила именно этой марки. Моя машинка, вот так называется, Memory Craft 6700P. P – это значит полупрофессиональная. У нее огромное количество функций. Я это все вам рассказывать не буду, потому что такой задачи я себе не ставила. Если вам интересно, найдите в интернетном пространстве. Сейчас есть много информации и описание этой машины. Когда я ее покупала, такой информации не было. Покупала ее пять лет назад. То есть машинке пять лет. Три года шила я на ней сумки. И причем с большими утолщениями, и с кожей, и так далее. Она у меня, конечно, с большим трудом, но справлялась моя рабочая лошадка. Вот здесь, например, видно, вот игольчатая пластина. Вот здесь, например, видно, сколько у меня там зубцов, осколов. Вот здесь вот посмотрите. Посмотрите, сколько у нее зубцов, которые двигают ткань. Посмотрите, как много. Вот здесь вот в пустотах здесь тоже были зубцы. Они отломались. То есть нагрузка на машину была очень большая. Хочу я купить новую, вот эту вот игольчатую часть. Зубцевую, извините. Вот эти зубцы. Но нет. Просто в продаже нет. Для этой именно машинки в продаже нет. У нее прозрачная вот эта вот крышечка. То есть видно, сколько ниток на шпюльке. Тоже это очень-очень удобно. Очень легко открывается. Вот таким вот образом. Легко шпулька туда вставляется. У машинки есть... Вот здесь вот можно установить давление лапки. Уменьшить или усилить давление лапки. С ней шло в комплекте много лапок различных. Значит, у нее... Очень что мне нравится. У нее вот здесь вот есть устройство, куда можно устанавливать две большие шпульки. Вот таким вот образом. У нее... На ней можно шить без педали. Вот здесь устанавливаешь скорость. Нажимаешь старт. И шьешь без педали. Я не пользовалась ни разу. Мне лучше использовать педаль. Точечная закрепка, обрезка нитки, реверс. Ну, в общем, функций очень-очень много. Еще раз повторяю, рассказывать я о них вам не буду. У нее имеется приставной столик вот такой огромный, что тоже очень-очень удобно. Вот этот... Единственное, что мне здесь не хватает, вот рукава, вот такого узкого рукава, чтобы можно было туда, например, одеть штанину от джинс и в круговую ее прострочить. Вот этого мне не хватает. У нее имеется коленный подъемник. Я им стала пользоваться только после того, как купила промышленную машину. Раньше я им не пользовалась. На промышленной машине я поняла, как это удобно. Я вспомнила, что на моей машине тоже такое имеется. Я его, конечно, поставила и очень-очень этому рада. У нее огромное количество декоративных строчек. Декоративных строчек и вот есть еще шрифт, цифры и так далее. Вот многие скажут, зачем эти декоративные строчки нужны? Я пользуюсь, друзья, декоративными строчками. Посмотрите, какая красота. Знаете, где их очень хорошо использовать? Ну, конечно же, например, если вы там какую-то косметичку шьете, допустим, черную, сделать теми же черными нитками и какой-то там по низу вот такой вот узор красиво. Еще их очень хорошо используют, когда вы шьете лямки, например, для рюкзаков. Тоже. Огромное количество. Огромное количество. И они все интересны. Например, например, вот это вот. Вы можете кружево делать. То есть, обработали, обрезали, и вот вам край кружева. Есть строчки для обработки среза. Вот один. Еще здесь есть вот здесь вот хороший шов для обработки среза ткани. Тоже типа верлочного. Можно в правую сторону, можно в левую его перемещать. Так. Что еще такого интересного? Ну, это все, что я вам сейчас расскажу. Ну, да, здесь есть автоматическая заправка нитки в иголку. Я ей не пользуюсь. Я по старинке заправляю ручную. Очень удобная намотка шпюльки. Нажимаешь на кнопочку и очень-очень быстро шпюлька наматывает нитку. И что мне очень-очень нравится, что в этой машинке есть такие строчки. Вот, например, вот эта. Эта строчка. Она такая толстенькая. Я, конечно, здесь длину стежка очень маленькую сделала. Она была пошире, чтобы было лучше видно. Она такая тройная. То есть тройная. Машинка делает тройную строчку и такой шов такой толстенький. Удобно, например, джинсы подшивать, чтобы был такой красивый толстый шов. И вот эта строчка, которая просто бесценна. Это когда ты шиваешь трикотаж. Когда шьешь трикотаж. девять, по-моему, видов петель можно на ней делать. Вот сейчас посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять видов петель можно делать. Ну, всякие штопка. Я не знаю, ну, такое огромное количество такой возможностей там даже, что даже невозможно перечислить. Так, и я вам сейчас покажу коротко, как делается, как просто можно сделать эту декоративную строчку. Очень, кстати, легко убираются зубчики нажатием кнопочки. Игольная пластина тоже нажатием кнопочки. Зубчики убираются, когда вы делаете квилтинг. По-моему, это так называется. Вот сейчас посмотрим. Вот это, кстати, искусственная кожа, друзья. Вот, например, выберем мы, ну, давайте выберем вот этот, ну, давайте выберем вот этот 0,73. То есть, мы здесь надо нам сделать мать 1, 2, и она называется 0,73. Вот. 0,73 я выставляю. И все готово. Вот она здесь у нас показана. И делаем обрезка нитки. Ну, вот, посмотрите, это линии красиво. Очень красиво. Так, у этой машинки тоже вот здесь вот достаточно большое расстояние, что мне тоже очень нравится. И еще я хотела еще рассказать, очень многие меня спрашивают, какой иголкой я шью, какими нитками я шью. Я вам так скажу, друзья. Вот поставила я сюда иголку для джинс, сотку. И вот я все ею шью. Вы не поверите. Я не знаю, я вообще многие, все говорят, что для каждой ткани нужна своя иголка, своя нитка и так далее. Вот все, я сшила на днях шторы, очень тонкую тюль. прекрасно справилась с этой иголкой. Я пользуюсь оверлочными нитками. И причем первые сумки я шила на этой машинке оверлочными нитками. Еще ни один не пожаловался, что где-то у него что-то распоролось. То есть они достаточно прочные. Я не знаю, с чем это связано, может быть с особенностью именно этой марки. Но вот как я поставила сотку джинс и оверлочные нитки, я подряд любые ткани все шью этой иголкой. С какими трудностями можно столкнуться? Вы столкнетесь обязательно. То есть толщину машинка шьет без проблем. Вот например смотрите у меня здесь такая вот толщина. Смотрите сколько сложений этой искусственной кожи. Вот я вставляю. Даже трудно вставить такая толщина, что трудно. Кстати у этой машинки еще что нравится? есть двойной подъем. Смотрите как высоко можно поднять. Вот один подъем вот опущено один подъем и потом еще двойной. То есть вот такой вот высокий подъем лапки. Это тоже очень классно когда вам нужно толстую какую-то деталь засунуть это просто удобно. Так вот мы сейчас шьем вот эту толщину. Это конечно все будет без проблем. Но когда с одной толщины нам нужно перейти на другую толщину еще более толстую тогда начнутся проблемы. Начнутся пропуски стежков и так далее. Поэтому надо вам самим приспособиться к этому. То есть нужно вот сюда вниз. Я кстати эту деталь не нашла. Она у меня есть. Я раньше пользовалась. То есть когда у вас переход с одной толщины ткани на другую вы вниз вставляете даже можно просто какую-то картонку вставить все равно что чтобы лапка ваша не поднималась а стояла ровно и тогда без проблем с одной толщины на другую ваша машинка справится перейдет с одной толщины на другую. Так вот как я сказала про иголку вам рассказала сотка джинсовая ну я вроде вам все рассказала если какие-то будут вопросы спрашивайте самое главное вы знаете что шагающая лапка не поможет и что самый лучший выход это тефлоновая лапка ну это все друзья до новых встреч